МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город тысячи красок. Мегаполис с почти двухмиллионным населением. Город больших возможностей для молодежи. Город, в котором уютно и детям, и пенсионерам. Каждый день движения, каждый день на волне, всегда там заряжается. У нас родились дети. А теперь уже и внуки. И уже и внуки. И все живут в Алматы, да. И всем здесь нравится. Алматы – красивый город! Забота о каждом человеке – основной принцип программы развития Алматы. Алматы до 2020 года. Социально ориентированный город – один из приоритетов программы. Однако это понятие не ограничивается какой-то датой. Сегодня в городе закладываются основы для качественного образования, здравоохранения и других социальных услуг, которыми будут пользоваться будущие поколения алматинцев. Наш город стремительно развивается. Высокое качество жизни и большой рынок труда прилегает от него все больше новых жителей. Ежегодное население растет на 50 тысяч человек. По прогнозам зарубежных экспертов, примерно через 15 лет в городе будет более 3 миллионов человек уже. Высокие стандарты жизни, снижение уровня бедности, поддержка малоимущих, обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения – ключевые задачи приоритета – социально ориентированный город. За три года, 16, если брать, мы раздали порядка 10 тысяч квартир. Для поддержки многодетных семей в Алматы с марта реализуется программа «Покетты от Басы». По итогам мая 122 семьи уже заключили договоры купли-продажи. Где-то 1700 многодетных матерей стоят в очереди. Из них 600 подали заявки на участие в данной программе. Мы 44 из них уже участвовали, предоставили квартиры. Адресная социальная помощь малообеспеченным – это не просто выплата пособий, но и трудоустройство, нуждающихся в поддержке, а также создание условий для дальнейшего повышения их благосостояния. Только за последние два месяца за получением такой поддержки обратилось более 34 тысяч человек. Из них 29 тысячам назначена финансовая помощь. Более 2 тысяч человек в рамках получателя АСП трудоустроены на постоянное рабочее место или временное рабочее место. Более 300 человек направлены на краткосрочные курсы обучения. По завершению таких краткосрочных курсов человек, который получил сертификат, может претендовать на получение гранта в размере 250 тысяч тенге. Если это многодетная семья, то более 500 тысяч тенге. Это уже создает возможность для открытия нового бизнеса. Социально ориентированный город – это город, который заботится обо всех своих жителях. За последние три года городская инфраструктура стала гораздо более доступной для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями. Адаптированы 2412 организаций. В текущем году 141 организация. Раньше не было же вот этих вот пандусов, все было не приспособлено для инолидов. Было гораздо сложнее, намного сложнее. Я на это обращаю внимание, потому что когда-то я сама с этим сталкивалась. Ну, то есть начали о людях думать. Если для них делают такие условия, то очень хорошо. Я рада, что в нашем городе есть такое. Развитие инклюзивного образования – одна из ключевых задач в рамках приоритета «Социально ориентированный город». Сегодня в 135 городских школах созданы условия для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями могли учиться наравне со сверстниками. Есть в определенных классах по одному, по два ребенка с особыми образовательными потребностями. В 2016 году у нас был охват 7,3%, в прошлом году 11,3% достигли. Но еще в пределах 15% в следующем учебном году мы хотим достичь. Самый актуальный вопрос в городской сфере образования – это дефицит детских садов. В ежегодном приросте населения города на 50 тысяч человек каждый пятый – школьник, каждый десятый – дошкольник. Три года назад в садик могли ходить лишь 72% юных алмакинцев. Сегодня, несмотря на рост населения, этот показатель составляет 83%. На 2019 год перед нами ставится задача охват увеличить до 88%. Хотелось бы, чтобы 100% охват был, но с учетом внутренней миграции, демографического роста, вот с каждым годом очень много детей рождается, это очень хорошо, но мы, конечно, постараемся, но если мы 94% достигнем, это будет очень хороший показатель. Помимо строительства государственных садиков, на снижение дефицита работает развитие сети частных дошкольных организаций и размещение в них государственного социального заказа. В этом году, только с начала этого года, за 4 месяца, ну, не полных 5 месяцев, были открыты 46 частных детских дошкольных организаций. Сейчас у нас более 500 частных детских дошкольных организаций, 341 дошкольная организация, где-то порядка 15 тысяч мест мы размещаем в госзаказе, на 15 тысяч мест. Цифровизация образовательного процесса – одно из достижений в развитии школьного образования Алматы. Все городские школы, обеспеченные высокоскоростным интернетом, в кабинетах установлены проекторы, экраны, ноутбуки. О результатах такого развития можно судить, например, по высоким баллам алматинских школьников на едином национальном тестировании. Результаты по итогам ЕНТ в масштабе республики, естественно, в городе Алматы высокие, всегда лидирует город Алматы. Результаты ЕНТ – это показатель любой организации образования, показатель качества обучения. 100% трудоустройство выпускников колледжей – еще одна цель, заложенная в приоритет социально ориентированный город. На сегодня этот показатель составляет 98%. Я не говорю, что я сразу стал по профессии работать. Я тоже там подрабатывал, когда днем учился, ночью подрабатывал. И официантом был тоже, промотором тоже был. Ну, не сразу же никто же перед компьютером не будет садиться. Это очень прекрасно, что в нашем городе уважают молодежь и дают им право выбора. Социально ориентированный город – это город, в котором одинаковое внимание уделяется перспективам для молодежи и созданию достойных условий для представителей старшего поколения. У меня вот знакомые есть, которые там ходят где-то, танцуют, какие-то у них клубы по интересам. Может, пенсионер отдохнул, при желании, конечно, не сидеть во дворах. Вот я каждый день сюда хожу, отдыхаю. Прекрасно, просто прекрасно. Я стою на учете, как гипертоник, мне лекарства бесплатно выдают. Я очень довольна. Продолжительность жизни – один из главных показателей работы сферы здравоохранения. В Алматы он самый высокий по республике. У жителей города продолжительность жизни составляет 76 лет. Республиканский средний показатель составляет 72,9 лет. Для того, чтобы жители вовремя проходили скрининг, заранее узнавали о своих проблемах со здоровьем, за последние три года мы довели уровень оснащения всех медучреждений современным, в том числе диагностическим оборудованием, до 80%. У меня по скрининговой программе довольно такое серьёзное заболевание обнаружили своевременно. И я подлечилась вовремя, без всяких последствий. Это хорошее дело. Здоровье человека, оно зависит не только от медицины. Оно зависит от правильного питания, оно зависит от экологии, оно зависит от здорового образа жизни, оно зависит от физической активности. Количество приверженцев активного образа жизни и количество спортплощадок – главные показатели, по которым оценивается доступность объектов спорта. Если в 2016 году количество занимающихся было чуть более 300 тысяч, то буквально за 4 года мы перевалили цифру в 500 тысяч человек. То есть это огромный скачок. Раньше, чтобы там позаниматься, приходилось куда-то ехать, какие-то определённые места отводились. А сейчас это может себе позволить каждый, практически на каждой улице. Выйдешь во двор и даже в спортзал не обязательно ходить, можно просто сделать кардио где-то во дворя и всё. В 2016 году у нас было чуть более 1600, то сейчас у нас уже более 2200 спортивных площадок. Счастливое детство, перспективы для молодёжи, качественное образование и здравоохранение, забота о малоимущих и достойная старость. Всё это объединяет в себе третий приоритет программы развития Алматы «Социально ориентированный город». Алматы «Социально ориентированный город»